Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас день святого Валентина и я думал, что Лена преподнесет нам какое-нибудь романтическое видео. А нет, у Лены опять все через одно место. Лена нас вчера шокировала рассказом о том, как она ремонтировала свой разбитый мустанг. Итак, на повестке дня у нас снова Лена Хэппи и ее история о ремонте машины. Началось все с того, что в один прекрасный день Лена в очередной раз ехала в супермаркет за покупками, ехала на своей разбитой машине, никого не трогала и, выйдя из машины на парковке, к ней подошли какие-то сомнительные персонажи. Стали тыкать ей в лицо мобильным телефоном, показывая ей фотографии с Инстаграма, с других социальных сетей, рассказывая, что они серьезные люди и они готовы прямо сейчас, прямо в считанные часы, починить ее мустанг. Лена опешила, Лена смотрела на них, раскрыв глаза, не понимала, что они от нее хотят. Потом они вручили Лене визитную карточку и сказали, что они мастерская на выезде. То есть такая мобильная мастерская, которая прям тут, прям где-нибудь под кустом, может привести ее разбитую машину в божеский вид. Лена не верила своим глазам, Лена не верила своим ушам, не понимала, что происходит. Она вообще не знала, что такое существует в природе. Впервые слышала о том, что есть вот такие вот выездные мастерские, которые тут же за углом где-нибудь вам все починят в кратчайшие сроки. Как такое вообще возможно? Но ребята ее стали уговаривать и стали показывать новые фотографии с инстаграма. Вот смотрите, результат нашей работы, все будет нормально. Лена не могла решиться. Как же так? То да, то нет. Они ее продолжали обрабатывать. Та им сказала, подождите, я сейчас позвоню другу Родни. Он американец. Вот с ним вы переговорите, все ему объясните. Если он скажет да, то я соглашусь. Если скажет нет, то извините меня, значит это нет. Но Родни, как всегда, в своем репертуаре стал говорить что-то туманно, обтекаемо, что-то там блеял, бормотал там что-то себе под нос. Ред флаг, ред флаг. В общем, Лена ничего не поняла, бросила трубку, послав мысленно этого Родни подальше с его красными флагами. Мне, говорит, нужен такой, как Селим, чтобы как гаркнул, чтобы как мне сказал пару ласковых, чтобы отбил у меня желание связываться с кем ни попадя. А Лена после разговора с Родни была все еще в раздумьях, не могла решиться. Пять раз они вот так вот ходили друг к другу. То Лена к ним подойдет, к этим мастерам, что-то там проблеет, потом уйдет. Потом они к ней подходят, снова пытаются ей показать какие-то фотографии, включая фотографии семьи. Показывая ему, что мы серьезные семейные люди, давай мы тебе сейчас все починим. Потом стали торговаться по цене. Жаль, говорит, Москва спала. Я бы позвонила сыну, я бы позвонила брату, а с другой стороны побоялась бы, наверное, они бы меня тоже отругали. Лена колебалась, Лена не могла решиться до тех пор, пока ей навстречу не вышел молодой человек, главарь этой команды мастеров, старший он у них, такой, говорит, крепенький, населимо прям похож. Не Латинос, но похож на Латиноса. И тут Лена сдалась. Оковы ее пали. И Лена решилась на этот роковой шаг, согласилась чинить у них машину. Стали договариваться о цене. У Лены в распоряжении было 5000 долларов, которые она получила от страховой компании. Был бюджет в 5000. Они договорились на чуть поменьше, хотя вначале они заломили цену намного больше, но Лена сторговалась. Поменьше 5000. Плюс чаевые, сумму которых они не обговаривали изначально. И это с Леной сыграет потом злую шутку. И так мастера взялись за работу. Говорит, сейчас прям тут и починим. А Лена говорит, ну вы откатите машину хотя бы куда-нибудь там подальше. Не тут же, прям в центре парковки, где сплошная толкотня, снуют люди. И они откатили машину куда-то там за угол, загнали эту машину и стали ее долбить. Шум стоял такой, что Лене стало плохо. Лена, видимо, очнулась от своего гипноза, от транса и поняла, что она сделала что-то не так. Машину долбят, машину сверлят. Лена встала, прислонившись к стене, боится отойти, потому что мало ли кто эти люди возьмут, угонят еще эту машину. Потом ищи их, свищи благо. Лена додумалась попросить у этого главаря показать ей свое удостоверение личности. Ну, права водительские. Он показал, и Лена взяла эти права и убрала себе в карман. Он сказал, а почему вы это мои права забрали? Она говорит, вот почините мне машину, потом я вам отдам. Я же вас не знаю, кто вы, что вы. И так несколько часов Лена простояла, как вкопанная, прислонившись к стене, наблюдая за тем, как они чинят ее машину. В конце концов, не выдержала стоять на ногах два часа. Попросила у них присесть в их машину, потому что в своей машине она сидеть не могла. Эту машину долбили, по ней стучали. Короче, у Лены подскочило давление, она себя ужасно чувствовала. Но ей нужно было идти за покупками. И уже вот спустя несколько часов работы она все-таки пошла, отоварилась, дотащила кое-как на своем горбу эти сетки, сумки из супермаркета. К этому времени начало темнеть. Эти работники ничего не видят, что делают. Подсвечивают там что-то себе мобильными телефонами. И тут Лена, клуб веселых и находчивых, оказалась более находчивой и сказала этим мастерам-умельцам, ну отгоните вы машину хотя бы под фонарь ее поставьте, чтобы вам было светло. Вы же ничего не видите. Ну что это за профессионалы, которые подсвечивают себе мобильными телефонами? Те с нею согласились, отогнали машину под фонарь. Улица, фонарь, аптека. Стали продолжать ремонтировать. Лена поняла и увидела, что действительно зад немножко выровнялся. И тут настал момент красить машину. Красили машину из баллончика. Лена запереживала, мол, как так? А как вы будете смешивать краску? Откуда у вас баллончик именно такого цвета? Будет ли все естественно? Потому что машинка моя новая, блестящая. Ну естественно, какой блеск они могут придать машине из баллончика? Зад у машины оказался матовым, потому что, естественно, покрасить машину с подручными средствами из дешевого баллончика, это не даст такого же эффекта, как заводская покраска. Фонарь Лене тоже не вставили, потому что нет фонаря. Говорит, купишь на ebay, тебе потом вставят. Проблема просто в том, что там как-то так сделали, что купленный на ebay фонарь, который, кстати, Лена купила за 200 с чем-то долларов, просто так не вставишь. Это будет доделывать сын Софье. Об этом мы еще скажем. Но, короче, чем все закончилось? Закончилось все тем в тот вечер роковой, что парни доделали машину, что-то там выпрямили. И настал момент расплаты, в прямом смысле слова. Лене нужно было расплатиться за услугу. Тоже под покровом ночи, на каком-то пустыре, вокруг ни души, сердце у Лены, как обычно, затрепыхалось. Лена стоит с дрожащими ручонками, пытается перевести сумму, огромную сумму в четыре с чем-то тысяч долларов. А те говорят, ну не забудьте, чаевые 800 долларов. Как 800 долларов, говорит Лена? За что 800 долларов? А ей главарь отвечает. Ну как, мальчики работали, старались. Она говорит, да что там они работали? Покрасили мне из баллончика. Плати, говорит. И Лена кое-как сторговалась до 700 долларов на чаевые вместо 800. Короче, Лена опять попала на бабки с дрожащими руками, с трепыхающимся сердцем. Лена вернулась в тот вечер домой. У нее наступил гипертонический кризис. Подскочило давление. Она вообще не знает, как она выжила. Только благодаря таблеткам, которые у нее были еще из Москвы. В общем, что делать? Как быть? Что я натворила? Лена поняла, как она вообще могла на такое согласиться, на каких-то шарлатанов. Короче говоря, складывается такое впечатление, что Лену раскрутили, вот как раскручивают же стариков. Иногда смотришь программы там у Малахова, да, вот раньше были часто программы о том, как стариков раскручивают на бабки. Ну идет какая-нибудь бабулька по улице, к ней вот так вот подкатывают и говорят, срочно нужно отдать такую-то сумму. Причем без насилия, без применения силы, а уговорами, немытьем-то катанием этих бабулек несчастных уговаривают, и они добровольно несут деньги, отдают и остаются без штанов. Ну, Лену, как мы знаем, долго просить не надо. Лена с удовольствием расстается с деньгами. Кстати, это такой вот пунктик, простите, у Лены есть. Ей нужно над этим поработать. Почему ей не хочется держать при себе деньги? Почему ей все время хочется от этих денег избавляться? Причем неважно, на что эти деньги тратить, лишь бы только тратить, лишь бы только не держать их у себя. Ну и это еще не все. Дело в том, что на следующий день буквально Лене позвонили из той самой мастерской, где для нее заказали запчасти для ремонта мустанга. И сообщили, что запчасти прибыли. Привозите свой мустанг, и мы вам все починим по высшему разряду в официальной мастерской. У Лены сердце ушло в пятки. Лена как раз сидела в школе, когда ей позвонили. И Лену опять как обухом по голове, она снова поняла, что она напортачила. И вместо того, чтобы четко, ясно и лаконично объяснить девушке, которая позвонила, что услуги их ей больше не понадобится, она стала стонать, стала объяснять, что денег у нее нет. Что вы? Какой ремонт? Денег нет. Вы представляете? Я же еще не учитель. Я парапрофессионал, работаю в школе. Вот вы знаете, какая у меня зарплата? А вот такая у меня зарплата. Как же я смогу позволить ваши услуги? Ну что вы? Войдите в положение. Сами мы не местные. Девушка на том конце провода опешила, не поняла, зачем ей это все рассказывают. И сказала Лене, ну не переживайте вы так, не берите так все близко к сердцу. Мы же с вас деньги не сразу требуем. Мы будем чинить потихоньку. А когда все сделаем, вы к тому времени наберете деньжат и за все заплатите. И тут Лена уже наконец-таки собралась силами и сказала им, что она уже отремонтировала в придорожной мастерской. Так получилось. Она не хотела, но так вышло. И женщина поняла. А, говорит, вы уже отремонтировали, но тогда мы выписываем вам штраф. Мы заказали вам запчасть. Стоила она 6000. Штраф составляет 30% от стоимости запчасти. Короче, Лена попала еще на штуку баксов. А денег у нее уже нет. Потому что 500 долларов, которые ей прислали на съем машины, она промотала в Турции. Она в этом призналась. Потом большую часть от 5000, которые она получила от страховой, она отдала этим горе мастерам с большой дороги, с обочины дороги. И у нее практически ничего не осталось. Она поняла, что она не в состоянии за все это расплатиться. И Лене ничего больше не оставалось, как начать рыдать. Лена начала рыдать в телефоне. Потекли слезы. Та женщина на другом конце прямо вся переполошилась. Не поняла вообще, что происходит. Такого она за всю свою долгую карьеру еще не встречала. Рыдающая Эмили Вайс, жалующаяся на свою судьбинушку. Короче, мне кажется, Лене нужно найти хорошего психолога, с которым нужно поговорить, которому нужно изливать душу. И вообще, я так понял, что Лене нужно звонить хейтерам. Может, действительно Лене дать свой номер телефона? Вот когда будет такая ситуация, пусть звонит. Мы ей все вставим мозги. Но Лена потом, правда, позвонила Селиму. И вы знаете, Лена еще раз убедился, что Селим это ее мужчина. Селим не истерил. Селим Лену не ругал, не обзывал, а просто сказал. Ну ты вообще как могла до такого додуматься? Ладно, не переживай. Я приеду, я разберусь с этой машиной. Все по-хозяйски усилимо. И Лене это понравилось. Ну а Родни, конечно, сплоховал. Потому что, когда Лене назначили штраф, Лена сразу же позвонила Родни, чтобы ему нажаловаться. И Родни весь переполошился, подумал, что Лена опять звонит ему, чтобы занять деньги на то, чтобы заплатить штраф. Родни сразу стал отнекиваться. Мол, у меня у самого проблемы. Ничем не могу помочь проблемы. А Лена сказала, да успокойся, успокойся. Я звоню просто излить душу и сказать тебе, что штраф мне простили. Да, по словам Лены, по крайней мере, штраф ей простили вот в этом коллижн-центре. То есть ей не нужно будет отдавать 30 процентов от стоимости запчасти. Но ее забанили во всех официальных мастерских штата. То есть, как говорится, бумеранг прилетел. Вот как Лена всех банит, так называемых, хейтеров. Так и Лену внесли в черный список. А если бы прислушивалась Лена к хейтерам, то, может быть, такого и не было бы. Потому что хейтеры бы вставили Лене в мозги и сказали бы ей, чтобы она не вздумала связываться с этими шарлатанами с большой дороги. Ну ладно. Короче говоря, в плане штрафа Лену пронесло, по крайней мере, с ее собственных слов. Но ни в какую официальную мастерскую ее больше никогда не примут. Ну и да ладно, говорит Лена. Все равно машину будет доделывать сын Софье. Только вот проблема в том, что ремонт этой машины теперь Лене станет намного дороже, чем если бы она ремонтировала все в официальной мастерской у настоящих мастеров. Потому что сейчас сын Софье будет все нафиг переделывать. Нужно будет снова что-то там снять, установить, перекрасить. Короче, выйдет Лене. Это еще намного дороже, чем то, на что она рассчитывала. Спрашивается, почему бы тогда сразу не поехать к сыну Софье. Говорит, у мальчика такие золотые руки. Он работает в салоне, а потом еще подрабатывает у себя в гараже в нерабочее время. Тоже все делает по высшему разряду. Но если ты уже бросила идею с официальной мастерской, надо было сразу ехать к сыну Софье. Заодно бы поддержала сына подруги и сделала бы все быстро у мастера, у которого золотые руки. И вообще, почему она не позвонила Софье? Софье бы, наверное, тоже посоветовала Лене не связываться со встречными и поперечными. Хотя промелькнула такая мысль, что Лена сказочница. Что она сочинила снова эту сказку. Возможно, она и чинила у сына Софье, но сочинила вот такую для нас сказку. Я, конечно, не знаю, не могу ничего утверждать. Конечно, тот факт, что ей простили штраф, наводит на определенные мысли, потому что, когда Лена об этом рассказала Родни, Родни не поверил своим ушам. Он сказал Лене, что такого он раньше еще не слышал. Чтобы в Америке вот так вот просто простили штраф за вашу же оплошность, он о таком не слышал. Ну, Родни вообще, как ни от мира сего, это он не знает, то он не слышал, мямлит, что-то бурчит себе под нос. Ред флаг, ред флаг, говорит Лена. Я же тебя предупреждал. Я же сказал тебе ред флаг, ред флаг. Да что ты там мне сказал? Сказал бы, не делай, не нужно. Нет. Что ты там, этот ред флаг? А ред флаг, ну это же и есть предупреждение. Это значит опасность. Или что Лена думала, что красный флаг, это служу Советскому Союзу? Короче, это вот единственное, что может навести на мысль о том, что, возможно, Лена все сочинила, потому что даже Родни усомнился в этой истории. Ну, если Лена действительно придумала нам сказку, то Лена действительно рождена для того, чтобы сказку сделать былью. В общем, вот такая история душесчипательная, но главное, что Лена жива и здорова, потому что Лене действительно было плохо. Лена лежала без движения, когда все это произошло, не могла встать с кровати, выжила только благодаря каким-то подручным средствам, которые она еще привозила из Москвы. Плюс валерьянка кое-как поспала 4 часа, потом наутро снова поехала на работу. В общем, ужасы нашего городка. Лена не может жить без приключений. Лене обязательно нужно ввязаться в какую-нибудь авантюру. Не может она просто идти по жизни без приключений, жить по правилам. Это не во вкусе Лены. В общем, вот и все, что у меня было по Лене на сей час. Если я что-то упустил, если я что-то забыл упомянуть, пожалуйста, пишите, делитесь. Благодарю всех, кто подписался на мой канал, всех, кто поставил лайк. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. Ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. А также я поздравляю всех с Днем Святого Валентина, День всех влюбленных. Не знаю, празднуете вы его или нет. Если празднуете, то надеюсь, что вас осыпали подарками, осыпали сердечками, осыпали цветами, если вы относитесь к романтичной половине человечества. Если нет, то желаю вам баловать самих себя. Мы у себя одни. Мы должны себя любить. И вот на этой ноте я уже точно ставлю точку. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.